Громкое уголовное дело получило развязку. В Кировском районном суде вынесли приговор экс-председателю комитета капитального строительства области Александру Суркову. По версии следствия, в 2013 году осужденный потребовал 10 миллионов рублей от подрядчиков строительной организации «Саратов Гестрой», занимающейся ремонтом опорной стенки набережной Саратова. При передаче части суммы, а именно 7 миллионов рублей, Сурков был задержан. Суд признал экс-председателя комитета виновным. Александр Сурков осужден на 10 лет колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 500 миллионов рублей. Меру пресечения Суркова в виде домашнего ареста суд изменил на заключение под стражу. Вы вообще ожидали, что такое будет решение? Нет. Мы намерены немедленно обжаловать измененную меру пресечения Суркова, поскольку полагаем, что для этого никаких оснований на данный момент не было, в связи с тем, что мера пресечения не нарушалась. Она была достаточно жестко избрана и Сурков, длительное время находясь под домашним арестом, ни разу не допустил нарушения этой нормы. Суд как-либо, кроме своим желаниям этого мера пресечения, изменить ее не обосновал.